11 мая 2006 года на Тверской улице в Москве появилась такая растяжка. Растяжка появилась сразу же после исторической победы баскетбольного клуба ЦСКА. ЦСКА выиграл Евролику. Первый раз в своей современной истории. Отцом этой победы ЦСКА признал человека, который не участвовал в той игре, не видел ее, немного до нее не дожил. Этого человека звали Александр Яковлевич Гомельский. Все, кто любил эту великую игру, называли его папой. Так называю его и я, потому что он был моим отцом. Я почему-то так и не смог научиться называть его отец, как подобает взрослым сыновьям. ПЕСНЯ Советский Союз, где родился мой папа, был очень странной страной. Мы первыми в мире полетели в космос, поддерживали ураганный темп в гонке военных технологий с Америкой. Мы преуспевали в балете и в спорте, но зато совершенно не умели толком накормить, обуть и одеть себя. Мы были не очень доверчивы к этому миру. Поэтому среди граждан страны свободно могли выезжать за границу только те, кто добывал для страны престиж – балетные танцовщики и спортсмены. В 1982 году сборная СССР во второй раз в своей истории взяла золото на чемпионате мира. В финале мы обыграли американцев. На радостях команда нагрузилась так, что напоминала караван где-нибудь на шелковом пути. Папа понимал, что караван не пройдет таможню. Нужно было, как в сказке, найти волшебный оберег, чтобы миновать могущественных стражников. И папа его нашел. Мой папа, Александр Яковлевич Гомельский, был немного сказочным персонажем. Он был предприимчивым человеком и, конечно, мог стать бизнесменом, если бы родился в другую эпоху. Он мог бы состояться во многих других областях жизни. Например, он мог бы стать конюхом. Он пас лошадей в эвакуации, когда был подростком. Он мог бы быть директором театра, большого театра. Он умел управлять звездами, мирить их, ссорить, а потом снова мирить. Адвокатом. Просыпайся, сборная СССР. Открывайте глаза. Протрите их. Поднимите голову. Руки можно за голову положить. Потихоньку поднимаетесь. Потягивайтесь. Садитесь. Да если хотите, папой римским. Он знал толк в наставлениях, даже в проповеди. Но он стал баскетбольным тренером. Папой для всех, кто играл в эту игру. Москва. 19 июля 1980 года. К 1980 году отец выиграл в баскетболе почти все, что можно было выиграть. Кроме главного титула – олимпийского золота. Москва тогда принимала Олимпиаду. И это был верный шанс исправить это упущение. Американцы тогда не приехали по политическим причинам. Но мы неожиданно проиграли Югославам, а затем в полуфинале итальянцам. После игры мы поехали с папой ко мне домой. Мы пытались вместе понять, как это могло случиться, в чем ошибка. Я спросил его, почему он играл этот матч тактически так, а не иначе. Он начал отвечать – будешь на моем месте – и потерял сознание. Рядом, чуть пройти по улице, была Боткинская больница. Мы с братом Сашей даже не стали вызывать скорую помощь. Взяли папу на руки и понесли в больницу. Инфаркт. Папа никогда не унывал. Трудности не только не останавливали его, а делали еще быстрее и еще находчивее. Если бы хотя бы половина людей на Земле умели так радоваться жизни, как он, наша планета была бы куда более счастливой. Или нет? Нашей планетой не стало бы вовсе. Она разлетелась бы на куски. Она бы не вынесла столько энергичных и деятельных людей. Надо лежать в середину. Спокойно можно добивать оттуда. Народимся с простами. Много мимо денег. Но поражение на Олимпиаде в Москве сделало папу другим. Во всяком случае, внешне. Он три месяца провел в санаториях. И говорил, что хочет завязывать с баскетболом. Мне казалось, что он убеждал в этом не других, а самого себя. Конечно, он вернулся в сборную. Как будто не было этого поражения. Как будто никто, кроме него на свете, не мог выполнить эту работу. Невозможно было не вернуться. Дело в том, что в Литве рос сказочный богатырь Арвидас Сабонис. А в ЦСКА был еще один гигант, тоже ростом 220 сантиметров, Володя Ткаченко. Папа любил работать с огромными людьми и всегда выигрывал с ними. Он такой маленький, но казался очень строгим. Но его ж не зря называли Лисом в Европе. Ну, все уважали и в то же время как бы побаивались, что что там папа может вытворить. Это была бы команда супергероев, которой никто не страшен. На чемпионат мира в Колумбию папа берет 17-летнего Сабониса. Фактически туристом. А мы обыгрываем в финале американцев. Но политическое руководство страны в отмеску американцам решило не посылать на Олимпиаду в Лос-Анджелес команду. Как только об этом объявили, папа рванул в спорткомитет и стал доказывать, что в Америку нужно отправить только баскетболистов, команду диверсантов, супергероев, чтобы утереть нос американцам в их национальной игре у них дома. Опять мимо золота. А потом Ткаченко стали одолевать боли в спине. Я ходил в Гукуэге, конечно, было обидно, потому что я должен был в этой команде быть. Сабонис порвал Ахилл на тренировке. А затем еще раз, уже на ступенях собственного дома. Я на третьем этаже жил. И как нога большая, а у меня 53-й. Как говорится, скользнул. Мог бы упасть, но как-то тогда не подумал. Это было великое поколение игроков. Но Сабонис был самым великим из них. Без него было не выиграть. Папа верил в него, как в себя. Литва не хотела, чтобы Сабонис жертвовал своим здоровьем ради Олимпиады. Но папа впервые в истории советского спорта добился, чтобы наш атлет проходил реабилитацию за границей. Да еще и в США. Сабонис настаивал, что он не успеет восстановиться до Олимпиады. Я не буду играть на Олимпиаде. Если там так говорят, поддержать друзей, команду, значит, то я, пожалуйста, я могу. Папа отвечал. Ну и ладно, обойдемся. Я, в общем-то, Сабониса уже не видел пару месяцев. Два месяца мы не общались с ним. У нас был суровый разговор в Каунасе перед его отъездом в Соединенные Штаты, перед тем, как, значит, решался этот вопрос. Я знаю, что Сабонис, в общем, сам проявляет не очень большую активность, чтобы восстановиться в кратчайший срок. За неделю до начала Олимпиады Сабонис пришел на тренировку сборной, чтобы пообщаться с папой. Я приехал в Москву, тренировка шла в Новогорске. Я в шлепанцах такой сел. И он там центровым всегда такие, он пинал мяч, знаешь, надо было поймать там, сделать движение и крюком забивать. Говорит, иди сюда. Ну, я пришел, он мне пнул, я раз и забыл. Он говорит, слушай, ты в прекрасной форме поедешь. До Олимпиады все. Мне даже просить не надо было, чтобы меня туристом взяли. Все должен был определить врачебный консилиум. По сути, бой с участием папы и Сабониса. Это напоминало противостояние ЦСКА и Жалгириса в чемпионате СССР. В 80-х годах по своему накалу и всеобщему интересу это было почти как Реал Барселона в футболе. Московские врачи тянули Саббаса на Олимпиаду. Литовские врачи боялись за него и хотели удержать дома. А Сабонис очень любил свой дом. Но еще он любил баскетбол. И баскетбол победил. Выиграл папа. Как и все победители, папа был мечтателем, фантазером. Он умел фантазировать не только будущее, но и прошлое. С его слов никогда нельзя было понять, как оно было на самом деле. Я потом его спрашиваю, как он придумал этот план на полуфинал против американцев. Главную для нас игру на той Олимпиаде. И он ответил, что этот план ему приснился. Он не шутил. Это была одна из лучших американских команд в ту эпоху, когда на Олимпиады приезжали студенты. Половина той команды сделает карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации. Эти ребята так и не смогли понять, что противопоставить этому манему, как утверждает папа уловки из его сна. Смотрите, какой паск отдал собойницу волку. Американцы нас прессинговали, так я выходил, и кто-то мне выбрасывал мяч. Тогда маленький пробегал, я давал, и до свидания прессингу. Все ставки сработали. Мы проиграли Югославам первый матч турнира. Но в финале их никто не боялся. Все действительно вышло так, как обещал папа. Он добился того, чего так хотел, к чему шел 40 лет. Та победа навсегда изменила баскетбол. Американцы впервые признали, что их обыграли по-честному и в дальнейшем привозили на Олимпиады уже профессионалов из НБА. Золото Олимпиады – седьмое небо папы. Ему жилось там вольно, в удовольствие, беспечно. Он много путешествовал по миру. А хочется сказать над миром, если бы папу так не увлекали наши простые земные дела. Однажды папа обнаружил, что его родной дом, ЦСКА, пришел в упадок. Просто один факт. Центровой ЦСКА Маркус Уэбб ездил на тренировке на велосипеде. Зимой. Это стало для папы вызовом. Лично для него. Его больше всего заряжали ситуации, когда все плохо. Он в мостсовет, можно сказать, ногой дверь открывал. Он мог пойти к кому-то жилищные условия, и улучшить, кому-то там машину пробить. Но вот папа в этом деле таких, как он, не было. Он просто был как маленький танк. У него прозвище было «Была папа». Многое говорит, наверное. Не каждому дается такое прозвище. Все его фантазии рождались из взгляда на землю, а не на небо. Они были реалистичными, реализуемыми. На приеме в Кремле папа встретил владельцев очень большой компанией, Норильский Никель, Владимира Потанина и Михаила Прохорова. И через некоторое время ЦСКА стал таким, каким его знают сегодня, и каким он был еще тогда, при папе, одним из самых могущественных клубов Европы. Заслуга папы не только в том, что он за счет своего имени, энергии, обаяния обеспечил ЦСКА на долгие годы таким мощным и надежным покровителем. Отец – это не только добытчик, кормилец семьи. Отец – это тот, кто своими поступками, словами, мыслями, страстями программирует судьбу детей. Я убежден, что если бы Гомельского не было в ЦСКА так много лет, это была бы сейчас другая команда. Папа очень хорошо держал удары судьбы. И таков ЦСКА. Ни взгоды, ни удачи большинство людей заставляют искать виновников на стороне. Так люди ослабляют сами себя, раскисают. И вот эта способность нагло улыбаться, двигаться вперед, стоять на ногах, когда на самом деле хочется завыть и упасть. Это самое главное, что было в Папе. И это самое главное, что есть в ЦСКА. Кажется, это был 73-й год. Тбилиси. Динамо против ЦСКА. Тысяч десять на трибуне. Местные страшно проигрывают. Папа только привез из-за границы ботинки на платформу. Они тогда как раз вошли в моду. И вот кто-то кричит в таймауте так, что это слышат все. «Гомолский, сними платформа!» И потом все начинают что-то кричать. На площадку летят монеты, на площадку летит все, что может лететь. Но вместо того, чтобы бежать или просить порядка у милиции, папа оборачивается к трибунам и улыбается. И все стихает. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова